Непростая связь на севере. Проект под таким названием запустил филиал Ростелекома в Республике Коми. В рамках проекта журналисты и блогеры северо-западных регионов страны своими глазами увидели, как устраняются аварии на магистральных каналах связи. Об этом и рассказывали в наших предыдущих выпусках. О том, как непросто обеспечивать бесперебойный доступ к высокоскоростному интернету, качественной связи и цифровому телевидению, представители СМИ узнали и на пресс-конференции. Она прошла под руководством директора Коми филиала компании Ростелеком. Получаем в системе мониторинга аварийный сигнал. То есть линия передач на участке Нюфчем-Яснок становится красного цвета. До этого, как видите, она была зеленого. На участке магистрального оптоволоконного кабеля Нюфчем-Яснок поврежден кабель. Как только произошла авария, данные о ней поступают в Центр управления сетью. Это, можно сказать, сердце филиала компании Ростелеком в Коми. Сотрудники Центра ведут бесперебойную работу, чтобы все линии связи работали в штатном режиме. Вот и сейчас, как только получен сигнал, диспетчеры оповещают аварийно-ремонтную бригаду. Группа специалистов должна прибыть на место аварии в течение часа. О том, насколько порой тяжело добраться до места аварии, говорят цифры. Их озвучил на пресс-конференции руководитель Коми филиала Александр Хуциев. Площадь республики – почти 417 тысяч квадратных километров. Количество асфальтированных дорог крайне мало. Грунтовые в межсезонье размывает. 10% территории – болотистая местность. Эти условия отражаются на специфике содержания линий связи. Так, в филиале работают водолазы-связисты, которые обследуют самый сложный участок – реку Печора в районе Медвежки. По дну русла проходит магистральный кабель в Ненецкий округ. Линия очень сложная в том плане, что вот здесь, именно на участке Окунев-Новый Бор, как раз-таки река Печора показывает свой такой нрав. Вот линию мы ввели, насколько я помню, в 2012 году. Вот, наверное, мы 2012 год не прожили спокойно. В 2013 году у нас была жуткая авария. Там, во-первых, уникальная ситуация случилась. То есть, где-то лет, наверное, 35-40 не было таких вот явлений, как осенний ледоход. А вот здесь как раз он был. Чем отличается осенний ледоход от весеннего? То, что он идёт по низкой воде. То есть, он спарывает, как бульдозер это всё, но реки. Для скорейшего ремонта оптоволокна была совершена уникальная операция. С помощью авиаотряда на противоположных берегах установили оборудование для радиорелейной связи. В результате доступ к широкополосному интернету для жителей округа был возобновлён на две недели раньше. По словам руководителя Коми-филиала, о возможных авариях нужно заботиться заранее. Сегодня компания рассматривает возможность для проведения резервной линии. Возможно идти и через наш Тусинск, где строится дорога от Тусинска до Нарьянмара. Возможно, через Архангельскую область. Но в любом случае резерв нужен однозначно. Строительство подобных сооружений – это достаточно дорогостоящие мероприятия. Поэтому вопрос стройки – это вопрос финансирования. Решаем вопрос с финансированием. То есть, за счёт каких источников при участии государства, без участия государства или только деньги Ростелекома. Напомню, с проведением оптоволоконного кабеля жители Ненецкого округа получили доступ к широкополосному интернету, IP-телевидению, качественной связи. До 2012 года передача данных на Большую Землю проходила с помощью спутниковых каналов связи. Татьяна Поздеева, Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...